Во враге на улице Карбышева прохожие обнаружили человеческие останки. На место находки немедленно приехала следственная оперативная группа. При осмотре выяснилось, что не хватает кисти и рук. Вполне возможно, что их обглодали животные. По предварительным данным, человек пролежал во враге около года. Следователи предполагают, что мужчина был бездомным. В настоящее время назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, а также медико-криминалистическая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На одной из станций Казанского метро мужчина прыгнул под поезд. На кадрах камер наблюдения видно, что человек целенаправленно шел в сторону приближающегося состава. Лишь благодаря хорошей реакции машиниста трагедии удалось избежать. Он своевременно среагировал и успел остановить многотонную машину. В результате упавший мужчина получил незначительные травмы и самостоятельно выбрался на платформу. В результате серьезной аварии, которая произошла этим утром на пересечении улиц Хадид Акташа и Назарбаева, пострадал человек. Грузовик МАН при совершении маневра налетел на Мазду, едва не подмяв легковушку под себя целиком. В момент аварии многотонный МАН сворачивал налево на улицу Хадид Акташ, в то время как вторая машина ехала в прямом направлении. Казалось бы, тут все очевидно при маневре водитель самосвала был обязан уступить право проезда, однако сам он себя виноватым не считал. И как ни странно, в этом есть определенная логика. Я на зеленый ехал. Они все стояли. То есть с той стороны? Они стояли, да. У них, видимо, загорелось только зеленый, а это заканчивало маневр же. Дело еще и в том, что стрелки на атмосветофоре загораются в то же самое время, что и зеленый свет для встречного потока машин. Это, несомненно, создает определенную путаницу. В то же время основных правил поворота никто не отменял и получается, что виноват все же водитель мана. Травму головы и несколько серьезных ушибов получила пассажирка Мазды. Девушку срочно доставили в больницу. За оскорбление полицейского Вахитовский районный суд приговорил 28-летнюю жительницу Казани к исправительным работам. Напомним, 14 мая в одном из клубов на улице Баумана Евгения Гарист, будучи в нетрезвом состоянии, затеяла скандал с сотрудниками заведения. Повалив ее на землю, мужчины пытались успокоить женщину. Спустя какое-то время на место прибыли сотрудники полиции. И Евгения Гарист несколько раз оскорбила одного из стражей правопорядка. Возмутительницу спокойствия забрали в отдел полиции. Тогда же было заведено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Содей нам раскаялось, активно способствовало расследованию уголовного дела и было согласно рассмотрению уголовного дела в особом порядке. Вину свою признала в полном объеме. В настоящее время суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Авария с участием двух иномарок произошла на улице Кулахметова. При выезде со второстепенной дороги водитель Митсубиси не заметил «Опель», который двигался в прямом направлении. В результате столкновения у автомобиля предполагаемого виновника оказался пробит радиатор, а сам водитель получил травму руки и несколько ушибов. Подоспевшие на место ДТП медики оказали пострадавшему помощь на месте. Причиной автомобильной пробки стала авария, которая произошла на улице Искра. Лада 14-й модели врезалась в Хёнде, который ехал в попутном направлении. Удар был не сильным, но ВАЗ, тем не менее, получил ощутимые повреждения, гораздо более ощутимые, чем иномарка. Полицейские задержали 31-летнего казанца по подозрению в автокражах. Следователи полагают, что он виновен сразу в нескольких аналогичных преступлениях. По материалам уголовного дела известно, что мужчина угонял только отечественные машины, после чего либо продавал их целиком, либо разбирал на запчасти. Устройство автомобиля молодой человек знал, как свои пять пальцев. Долгое время он работал в сервисном центре и, как правило, занимался ремонтом именно отечественных машин. Поэтому на то, чтобы открыть замок, к примеру, Лады 10-й модели, ему могло потребоваться всего несколько минут. Одно из первых заявлений по факту кражи автомашин ВАЗ-21101 поступило в полицию в начале января текущего года. Заявительница 1981 года рождения сообщила, что неизвестная похитила ее авто со двора дома, в котором она проживает. Сумму причиненного материального ущерба она оценила в 70 тысяч рублей. Спустя месяц в полицию поступило еще несколько схожих заявлений. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенное с причинением значительного ущерба. В мае молодого человека удалось задержать. Умысел какой был у вас при совершении этого день? В одном случае транспортные средства он продал своему знакомому, во втором разобрал на запчасти, части из которых успел реализовать. Третью автомашину оставил для личного пользования. Сейчас расследование дела продолжается. Подозреваемый в кражах находится под подпиской о невыезде. Разыскивается без вести пропавший житель Воскогорского района Ямбулатов Садык Бакирович, 1932 года рождения. 1 февраля этого года пенсионер вышел из дома и не вернулся. Состоит на учете у врача-психиатра. Прямо невменяемый. Приметы. Рост 168 сантиметров среднего телосложения, волосы седые, глаза карие, речь невнятная. Был одет в серый свитер, на ногах темные брюки и сланцы. На голове черная кепка. Из особых примет. Ходит прихрамовая. Имеется шрам за ухом. Отсутствуют два пальца на правой кисти. Там же есть татуировка в виде якоря. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по указанным номерам.